так пока еще что могу показать виде какие маленькие орешки где-то называют лесной орех где-то фундук где-то лесина вот мелкие-мелкие одно дерево выродилось можно сказать так потому что зачем такие орехи второе дерево интересно нет три-четыре дерева растет на теле заброшенном участке моего соседа это у меня их не было своих фундуков лесины а было на острове но там их сожгли вместе с этим вместе с яблонями и абрикосами а тут получается у того соседа у него участок прикупил мелочь а другой участок просто заброшенный а там нормально прекрасно орехи и 30 лет растут и все они не дичают видите в чем дело вот получается два подхода открываешь литературу а берем культурный с крупными орехами садим 4 саженца три из них дичают один нет средняя статистика ну ладно поехали селиванова колонина василь невзоров сейчас я посмотрю нет знакомых повели игр матвеев семи матвеевых нет интересно так свои родные варентина заказ сделала даром что казахстане живет так винограду всегда на месте вот это алексей сделайте свежие снимки надо нам с антонов до рекламы ваши снимки поражают но еще и добавить сюда художественные как бы восприятие еще красивее будут может пришлете еще снимка вот этих вот абрикосов которые с черенком моих пусть привитая но впечатляет же то вот и всех прошу нам нужно чтобы люди верили нам нужно делать специально материал с уже не с моими моим уже привыкли и вон уже наворовали все эти сотни сайтов наворовали теперь ваши будут воровать так не встретила фамилию самое главное для меня это гребрика ну надеюсь потом посмотрит уже столько лет смотрит так поехали добрый вечер здравия так самолеты летали обрабатывали полях химикатами далеко не экологически чистыми я же брату из золотачной понимаете землю надо раздать людям и по крайней овощи и фрукты должны быть свои ну конечно соваться там где зерновое производство да уж картошка наверно своя вот а там конечно обрабатывали а иначе ничего не вырастет понятно согласен сергей согласен так климатной территории а это вы же пишите да различается прошлое теплое зима позволило выжить многим вредителям во вузе все время забываю какой вы умница там где благость там и вредителям благости получается плюс на минус у нас сибири как пройдет мороз мы отдыхаем без вредителей садоводов только и делаешь обрабатывать сады которые разносят насекомые дождь и в том числе муравьи уже по дереву ну я вас не переубедил ладно мне кажется что многократно повторяйте вебинар обрезка калечния ваша фото в интернете грибы их наилка ничего не знает феи с канала выгод так давайте так вы правы я повторялся даже не 5 раз на 10 раз как достучаться я же не просто так я когда фильм сделал отдельно про феи про их дебильность ну представляете на три месяца выкопать корни обнажить и сказать в середине лета и сказать это закалка а у человека 30-40 деревьев он выкопает метровая ну догадываться да а им больше заняться нечем они же деньги заработали но я естественно делаю фильм высылаю туда уймите феи они продолжают проходит год опять тоже самый сюжет как не достучаться вы мне скажите вы знаете вот тут вы что-то написали предлагаю обсудить вот это ладно потом может сейчас я не буду открывать я сейчас на другом я многократно повторяюсь как вы пишете только потому что если бы каждый из вас у вас 5-10 а есть электронных адресов вся же середина лета самое неблагоприятное время как какие вебинары это фанатики меня сейчас смотрят может быть даже такие же как я которые считают городскими сумасшедшими вот совсем уже которые уже действительно фанатики а нормальные люди сейчас вебинары не смотрят это я могу понять а зимой я не могу ждать у меня всяко бывает жизни возможно никто никогда не узнает что ведь знать что грибы не уничтожают деревья это мировое открытие она кардинально как вот как сказать на которой все держится на фундамент садоводство фундамент всего мировосприятия вот это миля миллиарды по одном случае потрачено где-нибудь в другом случае сэкономили это здоровье людей потому что это траву жрут не знаю что грибы не виноваты вот я вынужден повторять повторять потому что каждый из вас мог бы в 10 адресов что у вас мало знакомых родственников плюс еще в сети кто-то там группе кто-то там все это разослать и попросить пожалуйста это все серьезно это сам это не шутки пожалуйста шлите дальше эти же вебинары и просим материал железо а пошли бы весь у планеты уже давно а это уже не происходит мы себя на жизнь заработать не можем этими же косточками которым цены нет понимаете я как бы это сам поймите меня правильно я оправдую сергей не это вот вы это самое выжданно заметили что как бы мне помогали об одном и том же об одном и том же а надежда так что вот здесь вот проходит полгода 500 просмотров на что а потом следующий вебинар а я опять про что калечить нельзя а из этих 500 следующих возможно 450 тех же а 50 свеженьких им уже 550 а еще вебинар уже 600 600 я не могу и где-то когда-то а вдруг дойдет ведь мне же эти самые как сказать когда приезжала я вынужден это вы меня как бы ну пнули я поэтому отвечает таким ну как бы сказать таким азартом приезжает ко мне байкова галина николаевна из тех кто я уважаю страшно это один из создателей саногорской феномена когда отдали дачи люди рванули в ее этот субботино-шушенский район в ее питомник за саженцами прекрасными саженцами и тогда насытили страну этими боровинками этим белыми наливами из груши этими самыми сибирками из яблок самые лучшие были пипин и шафраны но это же чудо пипин и шафраны лучше сорт мячурина все это она приезжает ко мне и рассказываю пока она мне я я вынужден говорить она не обидится потому что свидетель сам курдюмов он второй приехал и она приехала мы ее пригласили так мы ходим посадовать подвожу дерево такая крона несколько десятков веток стою на сыпочки не достаю еще полметра вот а курдюма усмехается а я говорю сколько лет этому саженц она считала 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 и оказалась ближе всех к истине потому что это самое три года говорить а два других суперсписы сказали 4 и 5 лет я говорю 5 месяцев потом она давай меня она же настоящий ученый книги 50 она мне книгу подарила по грушам она мне говорит варень красилась как так 5 месяцев вот это вот чудо огромный абрикос такой знаете весь цветочек посек на нем не тысячи нет десятки тысяч все ветки до верхушек все цветочек посек как так я начинаю рассказывать ошарашенные глаза и поклянусь богом я ничего не преувеличил это так было курдюм усмехается вы почему не печатаетесь меня к тому времени напечатали примерно сто двести статей региональной газеты и немножко москва сквозь зубы сто двести статей про это же повторял многократно про мажорские абрикосы гиганты на которых привез мажорский абрикос дерево вместо одного года три четыре дает сразу и сразу все так почему вы не печатаетесь но она то имела ввиду научную литературу чтобы ученые знали ну понимаете чем речь сойдет в два параллельных мира не соприкасаемся наверно бы мое это все что я ей рассказал когда я удивил вот этими знаниями ну своим подходом наверное это все надо было ученым знать вот так вот и что получается вот так толкаемся тут мисс собачек называется так самая интересная полезная часть вебинара ответы на вопросы ну сергей я благодарю вы сделали кучу этих самых сотни фильмов из моих вебинаров я по-прежнему благодарен другое дело вот даже где-то сквозит такое что вы зря старались я зря это порох тратил так что там дальше вы уже посмотрели так быстро на что сказать не вопрос а мне нет я не смотрел так не сотвори себе кумира так где-то в какой-то момент видимо что-то у нас с вами разошлось так дальше интересно прививка в любое время на деле у любого возраста это вам не интересно нет не интересно возрождение старых деревьев не выкорчевание это ерунда по вашему да ерунда у большинства дач и судоводов есть вопрос а у вас может не такой правой поэтому вами не интересно но это не значит что другим это не интересно дерево можно я объясняю так сергей сталинград я вам говорю значит дерево это хорошо что вы спорите мне это как раз не хватает значит я не смотрел этот фильм и смотреть если смогу то потом если он сохранится если это не исчезнет когда я выключу компьютер ну есть же предел здоровья значит и сначала прививка в любое время года не интересно почему потому что я привал осенью так вот я привал весной летом я пробовал ради интереса но не мертвая у дерева есть два ну вы задали вопрос я отвечаю у дерева есть два интересных момента это называется сокодвижение весеннее сокодвижение бурное которая помогает дереву залечить самое главное ее задача зимние раны зима страшное время или это тоже страшное время и осенью есть повторное но гораздо слабее сокодвижение так можно привить осенью но пробовали прививать допустим обычно прививка но черенком плохо приживается почему потому что это целый черенок это целый мир а пробовали почкой получается теперь экономится время потому что весной уже бурно попал осенью привил бурно попал в рост именно почкой но я отрицаю саму под прививку почка как она очень эффективная с точки зрения самого момента привития так кстати я если на все сегодня не отвечу я потом скопирую и отвечу в другой раз так вот поэтому я не буду так бегом типа да нет да не хочу и не знаю и не хочу я отвечаю весенняя прививка эффективно тем что черенок прекрасно приживается это есть минимальная рана да на черенке рана есть но минимальная в отличие от прививки почки значит поэтому только весна для прививки а осенью прививка ни черта не идет плохо 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 невероятно а почка идет но почка дает страшную рана надо же отрезать основу основу то есть девчонка получается да я вам показывал это страшное такое да вы видели сами делали фильм этого доктора ноу который называется и для меня это тихий ужас огромная рана на подвое и пошел это и причем это выбрать такой сажен для рекламы я уже не знаю чем надо думать вот получается что прививка весной капулировка или лучшая капулировка это мой опыт это тысячи деревьев тысячи не 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 то что там кто-то книги прочитал а до него сто лет назад он написал делайте так личный опыт поэтому четко и понятно не в любое время а только весной ранее просто весной а если есть возможность допустим когда много надо прививать сотни тысяч тогда надо начать сильно рано а еще бы лучше на земле чтобы не пересаживать и не за столом коллег любой дерево выкопанная коллега получается надо раньше но там я опять придумал как это продлить сезон только сейчас не буду об этом и у меня получается на данный момент я же не зря перед этим только сказал бойкова саженцы 5 месяцев а это же тоже неспроста вы попробуйте почкам это вырасти и близко не получится и что получается за моими наблюдениями за моим опытом стоит конкретный результат низ книги только свой только свой вот я всегда подчеркиваю поэтому я сказал прививка в любое время вам это вы пишите вами те да не интересно если интересно только рассказать что это не надо делать теперь возрождение старых деревьев они выкорчены это ерунда по вашему где-то у вас закралась такая мысль не возрождение старых деревьев возможно я про это сто раз сказал и вы это видели называется омоложение с помощью сильнейшей обрезки скелетных веток не мелких как вот эти феи а именно скелетных мелкие не трогается вот ветка 5 метров остается полтора жик 2 5 метров жик можете верхушку жик пожалуйста еще на несколько лет выбросят новые побеги успеют заложить цветы вернуться вместо таких вернуться опять вот такие плоды все прекрасно я за это это мое а где написано что это ерунда вот это есть возрождение а уж потом там же топор на это когда вы испытали шанс вот этот возрождение потому что это огромные деревья дают вот такие плоды как вернуть только сильнейший обрезок это мое это я не говорю что это ерунда видео перед вами оправдываюсь дальше поехали в общем я надеюсь что вот на этот вот абзац я ответил как мог вы его соотвидели на видео ролика великолепно слово лишнее все понятно все тонкости что хоть что можешь повторить я повторю могу подтвердить короче я не видел этот самый фильм так вот заранее соглашаюсь с вами наверное он слово лишнее не сказал я прекрасно помню не этот фильм может этот там значит здоровенный апрекос уже старый он подходит бензопилой течение полутора минут а то и меньше он включил бензопилу вот так вот жик и жик и жик и жик вот так оставил вот такие пенё и даже даже замазывать несколько все обрезка как она обрезка оболаживающая готова и все там уже говорил о других делах а сама обрезка заняла ну сколько бензопилой шесть или восемь веток скелетных отрезал сказал все готово и замазать как не надо вот то есть еще лаконичный прекрасно чем вот допустим ваш пример так пойдем дальше а винограду на видел фильм что ли то что он делает неправильно изначально нужно делать иначе приваль так как делает автор ничего хорошего не ждите рано не зарастет нужно идти путем привек на корневые отводки они оставляя старое дерево делая а так вот старое дерево привал да еще скажу глупость вот так продлять жизнь но одну знаете как вот заняться нечем вот и чек до плечо человек занимается допустим это работы которые никому не приносит пользы вот хочется делать так если хочешь перепривить обрезаем на омоложение привай потом скелет но в общем виноградовая я не видел фильм а я может смотреть не буду я забудусь и льду о нем у меня своя жизнь вот а то что вы сцепились то что сергей говорит что это замечательный ролик а виноград говорит нет для того и наш вебинар вот вы узнали два мнения вы потом пожалуйста сами откройте кому надо присоединяйся и если я все-таки открою но я не знаю я когда буду копировать от скопируется нет я такой тупой хоть и называю некоторых тупыми но вот тут я тупой если удастся я все-таки посмотрю надо будет ну и потом действительно может я среагирую может я посмотрю каждый как виноградов дальше пойдем так вы пробовали повторить у вас есть опыт или это бла-бла сцепились а что доказать профессиональный опыт но я скажу за виноградом мы знакомы много лет вот это что он мне прислал фотографии моих сортов вот с такими плодами даже если у него опыт 50-10 летний это лучше чем 100 летний опыт профессионалов так что профессиональный опыт он данном случае не годится он так как раз и говорит профессиональный опыт делайте так калечите так вот я не знаю когда вы сергей перешли на другую сторону баррикады ну в конце концов все в мире относительно где-то вы правы где-то мы права то есть получается это не то что это спорную хороший спор прекрасно главное не оскорбляй друг друга так посмотрим что я повторил получил результат позитивными только один так ладно короче сергей остаюсь вам по жизни вы знаете вы один из четырех пяти человек и это самая которая так мне помогли вы вы даже не знаете из пользу которую принесли сделать полтысячи фильмов пусть они эти самые эти вебинары которые повторились да ну просто повторились но сделали по темам чтобы легче искать было согласно раз конечно там просмотр 200 300 100 50 это понятно но на каждом вебинаре прибавляется пусть 10 человек со стороны помните я вам говорил и всем говорю мы должны брать количеством у нас нет выхода если у нее полтора миллиона просмотров как уничтожить дерево причем это сергей поверьте это правда уничтожить это не то что я был боблажу и хорошую чеку грязи поливая это действительно ужас ты снимка как обрезать чтобы загустеть а потом еще два как все так чертой матери вырезы вот попробовал кто-нибудь даже повторить ее вот это идея это молодой но все равно за на стремянку повторить это с одним деревом это ужас а а если сад вот и вы сделали такую огромную работу пусть в одном фильме это прозвучало во втором 10 вся надежда сергей друг вы чтобы каждым присоединялась скажем фирму 10 человек а пока вы если вы 500 их сделали чем я благодарен носить получилось 5000 а потом каждым своем саду скажет соседу ты чё с ума сошел что же дерево закалечив и уже стало не 5 и 50 тысяч а знаете мне думаете легко вот так вот знаю что мало просмотров что полтора миллиона у меня вот а ваши фильмы на данный момент 200-200-300 человек думаете мне это и приятно только не думать что это все зря работу вы проделали мы с вами так вот и поговорить так здравствуйте валерий можем с риску грушу использую конечно подвои для яблони нет пробовал и время не так я пробовал груши культурная прививать на яблоневый подвой на дикаре катастрофа так вот значит уссурийская груша нас только дикое что вы можете попробовать в качестве экспериментатора в качестве как я говорю я не говорю сходу нет в качестве будущего даже селекционера может быть кто знает пройдет 20 лет и и вас будут сравнивать мичуринами говорить не я что 30 лет не догоню а наоборот уже давно обогнали попробуйте но если этим заниматься всерьез то лучше все таки яблоню привать на яблоню ну допустим вам просто нужен сад плодоносящий яблоки круглый год и погреб набитый вот есть же сорта которые лежат по 15 месяцев представляете не портится по пятнадцать месяцев вот поэтому а мой ответ такой можно но не нужно извините я стал ретроград все нет больше революционера так что написал сергей может у вас получится у меня местные сорта не привились пять сортов из 20 сибирок от железа ну в принципе местные сорта я понял вы отвечаете на его вопросы речь идет о грушах вот винограда у меня ничего не нужно ваш выбор мне понятно без вашего опыта ну чё обижаться друг на друга так укажет свой опыт мои самые близкие друзья и вот снова про фото в интернете колновидок нет и не может быть все хорошие оценю свое время это кто отвечает а сергей ну ладно что-то в оседине настроение так она зачем скрещивать слона с крокодилом может так сказать на улице полно дичков я их посреди москвы находил эти вот эти дикие одичавшие ранятки ходим мы с мароковск по москве нашли дикие груши в этом небольшой прям не посреди москвы ну прям в москве значит дикие груши настоящие дикари растут целый ряд вот потом они говорят пожалуйста а я же только семинар провел идем вот они пожалуйста ранятки дикие вот такие вот ну полно чё искать то так если уже намного саженцев сирии грушевый сад у вас может стать лучшим россии вопрос только в количестве так у меня груши привиты я бы не стали еще ну хорошо жанна уговорили так потом расскажете годы пройдет даже года не пройдет вы нам расскажете ладно так для это кончается ничего весна придет а уже через месяц после обещания прививки можно сказать да порси да не пошли так я черенки режу в день прививки эта тема уже была день прививки я буду на грушу может только как говорится осторожно ну да хорошая поговорка можно если осторожно так за сколько русского полтора дерево с косточки вырастет куча готовы саженцы садить ну вот видите 92 вебинара у нескольких десятков людей заплодоносили из косточек мои а сливы б вишни черешни в абрикосы так про 70 молчу ведь и все наша песня хороша чем 93 вебинар опять начинать сначала да вот вывод игорь матвеев решил что лучше готовы садить а косточки а вопрос а нет смотрите вас я уточняю вас написано за сколько если в речи это времени семечковый довольно быстро у меня был случай когда этот самый желтые хапты уссурийская груша уссурийская слива на третий год заплодоносила вот на перед ней она была привита неудачной привыкли на третий год она дала прекрасный урожай а так на четвертый пятый год косточковые волосы виши на четвертый пятый так абрикосы редко на третий но на четвертый пятый прудоносил ну принципе не намного дольше чем привиты привиты могут и на второй на это вот а персики на третий год семечки семец его первое урожай ну так что я считаю что вы не правы если вопрос задали до знак вопроса за сколько я ответил там два года там ты мне два это исключение 3 чаще 45 это косточки культура они не такие уже до долгие граще а ваш вывод лучше готовы саженцы садить ну тогда бы на вопроса бы поставил я бы сказал садит и готовы саженцы вот другое дело третье вопрос где взять вот тут начинается все сначала действительно где взять ладно идем дальше три года абрикосов свел на счеты по отношению ну винограду хороший результат так как повезет бывает с третьего тоже андрей прав яковлева наталья на четвертый год по ведру абрикосов слив ну наталья не попросали вы мне или не присылали эти самые фотографии но вот не помню нету памяти может как-то это пришлете если нету потому что собираем сейчас информации а тут оказывается фотографии есть фамилии нет если нет с какого места где она росла значит хорошо я знаю там нескольких последних мы разбирали там где-то это самое сахалин подмосковье вот или там чуть ли не полярный круг вспоминаем но это ладно а много у меня просто фотографии есть адреса нет фамилии нет секретарша нет суши сделаю все допустим мы закончили разговор а немножко конечно вот что нет ничего не жаль все правильно чем больше мнение тем лучше ничего жалеть не будем так мы принципе закончили с вами друзья вот еще раз напомню что я не халтурщик я не перекупщик значит или я абрикос поздний филиппио как феноменальный абрикос самый крупный который держал в руках и который обладает свойствами позднего а значит реже попадет под заморозок именно эти косточки именно эти значит я не продаю но так как получилось первые три случая первому подарил а он еще деньги насылает второму второму это самое из принципа высылал то я ему тут же кладу лишнее то есть получается они это рассказать прослайся совести вот я купил не для продажи потому что это феномен вот я уже одно знаю когда даришь результаты лучше а вот косточки боднера и мои как и называется это самое петр великий и его который я назвал абрикос боднера видели феноменального рожа эти я продаю и не скрывая это и без ограничений 5 литров еще продать на думе все друзья на этом мы заканчиваем вот он каталог семян вот правда потом на другой день выясняется что никто так и не нажал но мы же оптимисты будем надеяться так что еще наверное на этом все следующий понедельник мы опять поговорим а там столько интересных тем я и полу не рассказал мы не у меня коротко рассказывать хоть меня это как бы ткнули носом что вот кто-то быстрее рассказывает наверное все таки вот это скопировать что ли давайте разберем ну неудобно бывает просто а вот я не знаю посмотреть я посмотрю но буду ли я комментировать мне не хочется кого-то дураках выставлять только когда он действительно помните этот херсонец да на глазах у публики стоит 15 они заплатили ему за то чтобы 20 минут им расскажу 20 минут отрезал ветку за веткой пока не уничтожил все весь абрикос прекрасное молодое дерево который ни одной лишней ветки не было потому что я не выдержал земляк но я все-таки как следует приложу а буду ли я тут не знаю посмотрим сейчас где-нибудь это самое чтобы не забыть и сейчас секундочку и мы с вами попрощаемся если у меня еще видите чтобы не потерять вот здесь вот лозунг хлопцы руб до кучи остается тот же нас мало а летом вообще мало все посмотрим буду ли я комментировать не знаю но все-таки я очень уважаю пащенко раз он считает можем чтобы я посмотрел я обязательно посмотрю все друзья до свидания спокойной ночи